Друзья, всем привет! Сегодня сделаем такое видео Сделаем опять же скринер Но он будет немножечко необычный Он скорее будет отображать мою идею Чтобы смотреть поведение толпы на рынке То есть мы будем отслеживать Ликвидации Естественно по всем парам На бирже Bybit Будем отслеживать открытый интерес И фандинг И конечно же цену Мы будем анализировать все эти 4 фактора И смотреть где сейчас находится толпа Что она делает Если ее ликвидировала То просто проводить анализ И смотреть где нам лучше заходить и выходить То есть опять же это будет не какой-то Универсальный скринер Который показывает там купить или продать Это скорее будет скринер Который помогает нам понять Что происходит на определенной монете На рынке И помочь нам принять решение В текущий момент Также сейчас у нас уже есть скринер фандинга Уже есть памп скринер Все эти скринеры в телеграм-канале Переходите Там есть закрепленные сообщения Также если вам нужна помощь В написании и реализации какого-либо проекта Связанного с торговлей С искусственным интеллектом Вы можете связаться со мной в телеграме И мы с командой поможем реализовать Такой проект для вас И основа, которая нам сегодня понадобится Это WebSocket Stream Что такое WebSocket? Это прямое подключение То есть чтобы получать информацию определенную В режиме реального времени Если вы хотите уметь реализовывать подобные алгоритмы Для торговли, для трейдинга Самостоятельно абсолютно То я провожу индивидуальное обучение По поводу обучения Также можете связаться со мной в телеграм В телеграм-канале у меня есть все подробности Можете задать любой вопрос в личные сообщения Также если у вас есть личные какие-то пожелания К обучению Также можем обсудить И мы полностью с нуля доводим До самостоятельной реализации подобных алгоритмов В WebSocket Ticker нам понадобится информация По текущей цене LastPrice Либо ее также можем получать из MarkPrice FundingRate нам понадобится То есть ставка финансирования И открытый интерес Эти три параметра мы будем получать из WebSocket Ticker Также нам понадобится WebSocket На подключение к AllLiquidation То есть ко всем ликвидациям Будем получать все ликвидации по всем торговым парам И идея такая, что мы будем записывать Ликвидации в минуту То есть, например, в минуту у нас ликвидировало Сколько-то тысяч долларов И мы смотрим сумму всех ликвидаций За сколько-то последних минут Опять же говорю, что это моя задумка Как это можно реализовать И как это в теории должно работать А на практике посмотрим, что в итоге будет В принципе, эти два стрима нам и нужны Больше особо нам ничего не нужно Давайте переходить к коду Для написания кода я буду использовать Паттерн проекта, который я самостоятельно писал В видео про фандинг Оставлю здесь сноску Чтобы, если что, вы могли перейти и посмотреть Если вам так же интересна часть с кодом Но я просто добавлю пару модификаций Чтобы было гораздо быстрее Купируем все ликвидации И в код добавим сюда просто all-liquidation Сделаем список, просто добавив Streams и streams-liquidation Чтобы объединить в один список И передать все стримы в наш веб-сокет В функции on-message мы будем распределять Всю информацию полученную И сейчас нам нужно распределить Эти два потока То есть у нас будет тикер поток И all-liquidation поток Давайте попробуем вывести просто И посмотреть, как оно выглядит Так, в основном у нас идет спам по стримам tickers Поэтому давайте отключим стрим tickers И выведем как раз таки только Только ликвидации Мы получили пару сообщений Давайте сделаем обработку их То есть если у нас нет all-liquidation в названии стрима То мы обрабатываем как тикер просто Как стрим тикеров В любом другом случае Будем обрабатывать как all-liquidation Аналогично сделаем ключ data И так как у нас в data содержится список А внутри списка словари Мы пройдемся по каждому элементу этого списка Потому что нам может прийти, например, несколько ликвидаций В одном сообщении В сообщении о ликвидации мы также видим ключ S Что показывает нам направление трейдера В котором он был при его ликвидации То есть если нам передается buy Значит ликвидировало трейдера, который стоял в long В ключ V записано количество монет, на которые ликвидировало трейдера И ключ P Цена при ликвидации Давайте добавим в код все эти ключи И введем наши монеты и цену в доллары То есть в количество в долларах А не в монеты, чтобы у нас была универсальная величина И теперь мы должны записывать значение ликвидации в словарь Теперь давайте создадим словарь И сделаем сортировку данных как раз таки ликвидаций в наш словарь Ну и все готово Теперь мы добавляем все значения в словарь с ликвидациями Давайте теперь создадим сортировку данных в наш словарь с ликвидациями И теперь здесь мы берем текущее время Чтобы записывать ликвидации в текущий час и минуту Также проверяем, есть ли уже текущее время, чтобы не было ошибки KeyError. И если у нас все есть, то добавляем количество USDT в наш ключ. То есть складываем ликвидации. Да, забыл добавить поддержку, чтобы у нас записывалось конкретно в торговую пару и с указанием направления ликвидации. Сейчас поправим. Давайте также здесь пропишем все ключи нужные для нашего словаря. Я создал отдельную функцию, в которой будем проходить по всем часам и минутам. Конкретно создавать ключ для каждого часа и минуты, чтобы потом просто записывать туда уже данные. Итак, теперь у нас есть функция, которая создаст ключи. Выведем для вида, просто посмотреть, как это все выглядит. Здесь сортируем все ликвидации наши. И у нас будет отдельная функция, которая будет смотреть все значения фандинга, ликвидации и так далее. И анализировать их на текущую ситуацию на определенной монете. Просто сделаем это в отдельном цикле, отдельным, так сказать, асинхронным процессом. Опять же, если вы не понимаете какую-то часть того, что здесь происходит в написании кода, то напомню, что я также провожу индивидуальное обучение полностью с нуля, где мы будем учиться базам рынка, программированию и переходить уже к самостоятельному написанию подобных проектов. Поэтому можете связаться со мной в Телеграме, и мы обсудим все моменты. Также теперь давайте добавим последнюю цену. Также возьмем ее как Mark Price из стрима Ticker. И давайте добавим новые ключи в наш словарь Fundings. Туда будем записывать просто цену. Так, теперь у нас есть цена, у нас есть ликвидации, у нас есть фандинг и остался открытый интерес. И вот так же мы возьмем из текущего стрима Tickers Open Interest. Аналогично добавим сюда открытый интерес при запросе и формировании нашего словаря Fundings. И давайте его также переименуем, потому что там уже не просто Fundings, а информация по тикерам. Вот мы переименовали в Tickers Data, и теперь у нас везде будет Tickers Data как раз таки вместо Funding. Хорошо, теперь мы можем писать нашу функцию, наш асинхронный отдельный процесс, который будет сортировать и анализировать ситуацию по всем монетам. Так, сейчас будем просто обновлять наши функции, чтобы все корректно очищалось. Здесь у нас будет функция, которая будет очистить устаревшие данные по ликвидациям по каждому ключу и по каждой паре. Функция с анализом даты будет выглядеть примерно вот так. Сейчас мы здесь еще поправим сигналы. Но суть в том, что она будет перебирать просто все значения. Сейчас разберем более подробно. Немного обновил функцию с ключами для ликвидации, потому что вспомнил, что у нас же открытый интерес возвращает просто число. И чтобы сравнивать, нам нужно в каждую минуту записывать открытый интерес. Соответственно, у нас уже есть такие ключи для ликвидации, и теперь я просто добавил в каждую минуту еще и открытый интерес. Поэтому отсюда мы можем его убрать и перенести, например, наш словарь с ликвидациями. Словарю Tickers Data в файл Exchange. Перемещаем. Готово. Также давайте добавим настройки для всех значений, всех ситуаций, которые может отображать наш скринер, чтобы сравнивать и чтобы удобно было изменять эти настройки. Запишем их в отдельный файл settings. Сделаем их импорт и сейчас расставим. И финальная функция для анализа будет выглядеть примерно вот так. Вот здесь у нас все ситуации прописаны. По ним еще пройдемся. Здесь весь анализ монет, ситуаций и данных. Сейчас будем еще смотреть, как это все работает. По большему это все. Сейчас буду тестировать, вносить правки. Посмотреть, чтобы все корректно работало. Думаю, все правки там показывать не буду. Думаю, какие-то небольшие баги будут. В общем, сейчас я доведу просто до рабочего результата. Посмотрю, как это работает и покажу вам. Так, давайте вернемся к тестам. Давайте сначала посмотрим условия, при которых мы получаем сигналы. И после проанализируем сигналы, которые мы получали. Итак, условия, которые я добавил, это условия, что у нас текущий фандинг больше настройки. Если у нас изменение открытого интереса, также больше настройки. Что у нас сумма ликвидаций в лонг меньше, чем настройка ликвидации минимальных. То есть, вот у нас наши настройки, если что. И тогда мы отправляем сигнал, что возможен дамп, толпа уязвима. Толпа в лонгах, мы пишем. Дальше идет сигнал вынос шортов. То есть, это такие названия поверхностные. Не обязательно так работает. Скринеры также нужно настраивать. И пока это просто тестовые настройки. Здесь у нас условия, что сумма шорт ликвидаций должна быть больше, чем ликвидашн хай настройка до 50 тысяч. Изменение открытого интереса здесь должно быть меньше, чем наша настройка. То есть, минус 2. Следующее условие толпа в шортах, это текущий фандинг меньше, чем настройка наша. Изменение открытого интереса больше, чем тройка по открытому интересу. То есть, 2. Также ликвидации, сумма ликвидаций в шорт меньше, чем ликвидации минимального значения в 20 тысяч. Тогда мы говорим, что толпа в шортах. Следующее условие, что ликвидации в лонг, сумма их больше, чем ликвидашн хай. Это 50 тысяч. Это вынос лонгистов, значит, мы даем сигнал. Изменение открытого интереса меньше, чем наша настройка в минус 2. Дальше идет сигнал, рынок перегрет в лонг. Проверяем, значит, фандинг больше, чем наша настройка. Открытый интерес, изменение открытого интереса больше, чем наша настройка умножена на 2. И ликвидации в лонг равны нулю. Еще осталось 2 сигнала. Следующий сигнал это накопление позиций. Смотрим, что у нас изменение открытого интереса, неважно в какую сторону, но изменилось. И больше, чем наша настройка. Ликвидации в лонг равны нулю. Шорт ликвидации тоже равны нулю. И фандинг меньше, чем нейтральная зона, наша настройка это 0.01, то есть 1%. И последний сигнал, это паника на рынке, толпа ликвидирована, скоро разворот. Значит по условиям у нас здесь сумма ликвидации в лонг больше, чем максимальная ликвидация у нас по настройкам. Ликвидация шартов на сумму больше, чем также максимальная настройка. Изменение открытого интереса меньше, чем максимальная настройка по изменению открытого интереса. В принципе это все, то есть все наши условия. И опять же повторюсь, то есть это была просто идея, настройки все стоят больше тестовые, нежели реальные. И тут нужно понимать, что мы настраиваем и что мы хотим видеть. И конкретно по чью-то торговлю. И давайте, если вы видите, что этот скринер вам может быть полезен в торговле, вы знаете как его настроить, или примерно понимаете как он может быть полезен, то ставим 50 лайков, 50 комментариев. Как и предыдущие скринеры, делаю поддержку для пользователей. Здесь в основном были сигналы на накопление позиций. После я добавил отображение данных, по которым нам приходили сигналы. Из интересного, что я увидел, то есть например накопление в шортах, у нас были такие движения. Монета повар USDT, вот повар USDT, в 18.01 был сигнал. И это вот тут. То есть вот на этой свече мы получили сигнал. После пошло движение на 3%, то есть это минутные свечи. В принципе вот на 3% пошло движение. Но опять же под текущей настройки, да, все стоит. Дальше монета Pundix. И также была в 18.01 сигнал. Ну вот сигнал был здесь. Ну после пошло не такое резкое движение вниз, но как мы видим, то есть на пике почти 5% было. Ну и текущие там минус 2%. Опять же скажу, да, важный момент, что скринер не является каким-то волшебным инструментом, который говорит шорт. Вы открываете шорт и с этого зарабатываете. Ни в коем случае. Если вы не знаете, как торговать, то скорее всего скринеры не особо вам помогут. То есть если вы умеете торговать, у вас есть стратегии, вы понимаете, как вы торгуете и по какой стратегии, то скринеры могут вам помочь видеть какие-то ситуации на рынке, которые реальными руками, своими глазами вы уследить не можете, потому что пар просто много. И благодаря скринеру вы можете отследить определенные ситуации на рынке. Ну и конкретно текущий скринер, который учитывает фандинг, ликвидация, открытый интерес, цену, может помочь вам следить определенные ситуации под ваш стиль торговли. Дальше вот я уже поставил, чтобы отображалась информация, которая приходит в сигнале. И основное, что можно заметить, при накоплении позиций, где она пишет, мы получаем только учет фандинга и открытый интерес. То есть в общем это можно суммировать такие сигналы к скринеру открытого интереса. То есть у нас учитывается просто фандинг и открытый интерес. По сути тот же скринер открытого интереса, которого кстати у нас нету, не знаю стоит ли сделать. Можете кстати написать в комментариях, какой скринер бы вы хотели видеть еще. Если в комментариях будет фигурировать часто какой-то определенный скринер, я конкретно его и реализую. Видим например толпа в шортах, видим изменение открытого интереса, фандинг отрицательный, ликвидации не видим пока что. И сигнал был вот здесь. То есть скринер говорит, что возможна ликвидация как раз таки людей, которые стоят в шортах, и рынок пойдет вверх и как раз таки их ликвидирует. Опять же это не обязательно будет так, потому что были до этого сигналы, я смотрел, и рынок не обязательно шел вверх. Опять же все зависит от настройки, которые вы установите. У меня какой-то торговой стратегии нету, по которой я торгую. Я пишу торговые алгоритмы, и соответственно подобрать какие-то настройки для себя я не могу. Поэтому вы также можете написать, с какими настройками стоит попробовать. И я бы смотрел сигналы, проанализировал, возможно выложил бы в телеграм-канал, насколько они эффективны и что могут указывать. Я также захотел проверить, почему у нас нету сигналов, связанных с ликвидациями. Ну вот я запустил и смотрю, то есть текущие ликвидации, это вот в долларах. То есть да, на паре ETH и USDT, ETH, топ-2 криптовалюта, довольно мало ликвидации, поэтому сейчас рынок не особо, видимо, активен для ликвидации. Сейчас спам начался. Поэтому я думаю, что все эти настройки нужно настраивать под конкретную стратегию, или хотя бы знать, что мы хотим отслеживать. Те же ликвидации и количество их. Поэтому мне будет интересно, что вы думаете про текущий скринер, как его можно настраивать и под что использовать. То есть в любом случае иметь информацию по открытому интересу, фандингу, ликвидации, текущему изменению цены. Это все довольно важно, и я думаю, это можно 100% использовать как-то в торговых стратегиях. Нужно просто понимать, к чему это настраивать. Поэтому просто пишите свое мнение, как бы вы это использовали, какие настройки бы вы поставили. И также помните, что если бы вы хотели научиться реализовывать подобные торговые алгоритмы, тестировать свои стратегии, писать торговых роботов, то я провожу индивидуальное обучение полностью с нуля, и можете связаться со мной в Телеграме. Сейчас обучение проходит полностью индивидуально, и это гораздо эффективнее для обучения вашего. Можем учесть любые ваши пожелания, обсудить их, и довести вас до результата. Также если вам нужна помощь в разработке какого-то проекта, у вас есть стратегия, которую нужно автоматизировать, вы также можете обратиться ко мне, и мы с командой поможем реализовать вам проект. Как и говорил ранее, набираем 50 лайков и комментариев, абсолютно любых комментариев. Делаю поддержку для пользователей. Всем спасибо за просмотр, всем пока.